Всем привет! Я очень боюсь высоты, поэтому рост загнал меня на крышу. Так работаем, блин. Начну рассказывать про обустройство крыши. У нас закончилась история с коробкой. Очень быстро она пролетела. Дольше ждали, пока бетон застынет. И сейчас начали, соответственно, собирать стропильные фермы. У нас на армопояс лежит сначала гидроизоляция с маркировкой ХППХ. Потом туда укладывается доска 200 мм, 5х200. И обратите внимание, что все доски, они огнебиозащитой не кисточкой промазаны, а их в ванночке купали. У меня есть видос, я вам на этом моменте дам, если я сегодня не навернусь, правда. Вот, и вы посмотрите, как это выглядело. Что касаемо ванночки, то есть, видишь, у нас все доски обработаны, огнебиозащитой ушло, у нас 15 канистр, вон они валяются. Вот такая вот ванночка, это наш старый желоб, не подумайте, никто здесь не пострадал, это опилки. Значит, наш вот этот желоб, по которому мы сливали бетон, соответственно, из него сделали ванночку с помощью пленки. Сюда вылили всю огнебиозащиту и просто по очереди макали туда доски и прокладывали вот так, чтобы они высыхали. Все, быстрый способ. Ну, расход, наверное, довольно-таки великий, но зато она полностью вся промакивается, прорабатывается и так далее. Соответственно, дальше на уголки усиленные все это ребята начинают собирать, начинают собирать все это устройство кровли. Ну вот, дальше будут поднимать уже непосредственно в высоту, везде сделаны вылеты во все стороны. Я боюсь поворачиваться, но поверьте мне на слово, просто там по нитке, короче, все натянуто, все обрезано, все ровно, как положено. Я особо двигаться не буду. Не знаю, важно это или нет, вот эта доска к кормопоясу крепится на анкера. Анкер 12-й, 130 мм длины. Вот, он крепится за мой пояс. И гвоздень, гвоздень взбиваем. Я не буду смотреть, я поверю тебе на слово. Я тебе верю. Я думаю, мы сюда вернемся, когда что-то уже побольше здесь станет и будет про что рассказать. Резюмируем. Крыша у нас уже готова. Ну, в принципе, довольно быстро ее собрали, за неделю. У нас, как я говорил, доска, которую мы купали в той самой ванночке, которую вам показывали. Стоит ребром. Техноникольевская мембрана. Соответственно, ну, дальше идут доски и на них уложена металла черепица. Металл черепица заказная позиция. То есть, после того, как были сделаны все косынки, все размеры, снимали размеры, отправляли на производство. Они делают раскладку, как на плитке. Смотрят, как можно сделать как можно меньше остатков. Если есть остатки, где их можно использовать. И, соответственно, под размер все присылают с раскладкой. Остались еще недоустановленные водосточные системы. Они лежат внизу. Сейчас идет этап облицовывания кирпичом. И после этого будем устанавливать водосточку. Наверное, кто-нибудь по-любому скажет что-то про свесы. Здесь метровые свесы. Даже больше здесь метра. Здесь метр 10, если мне память не изменяет. Да, свесы действительно большие. Сделаны, чтобы вода как можно дальше падала от дома. Здесь также будет все утеплено. То есть, сейчас не делали. Дальше это будет ОСБ. Куда будет заложена минвата. И, соответственно, снизу будет подшива. Ну, пластиковая подшива. Которую все это дело будет закрывать. Сейчас вот сюда, ребята, да, вот эти минваты затолкали. То есть, здесь осталось... Мы сейчас с вами ходим по лагам, да, которые на ребре стоят. Понятно, они жесткие, они не трясутся. Поскольку 25-е ребро даже под такой тушей, как у меня, трястись, конечно, не будет. И уложено ОСБ. Вот здесь, смотрите, есть вариант. Можно сделать подешевле, можно сделать подороже. Подешевле, это когда вот здесь дощечки там 10 или 15 сантиметров сделаете. Но потом у вас будут трудности с электрикой. Потом у вас будут всасываться натяжные потолки. Ну и прочее, прочее вот эти все прелести сэкономленных парой тысяч рублей. Мы же сделали сразу на ОСБ, чтобы это было хорошо. По ней уже будет легко пускать электрику. Все гофры, распаячные коробки. И самое главное, ну, может, потолочники. Когда мы установим натяжные потолки, мы перед этим прям отдельный видос снимем. Как мы будем запенивать и проходить все швы. Потому что многие заказчики про это забывают. А потом не удивляются, почему они ставят натяжные потолки в таком доме с деревянным перекрытием, да. И почему у них потолок вот этот туда-сюда гуляет. Вот я вам подробно об этом расскажу. И как сделать, чтобы этого не происходило. Даже, кстати, наш строитель там уже начали штукатурку. Они начали закладывать верхний ряд штукатуркой. Прям замазывать. Я говорю, не надо этого делать. Выковырили все оттуда. И дальше мы это будем делать на пенопластовую колбасу и на пену. Здесь дальше ляжет утеплитель. В шахматном порядке сотка. То есть всего будет 20 миллиметров. Вообще, кстати, помещение. Надо подумать, как его задействовать. Я очень боюсь высоты. Вот здесь вот подразумевается в коридоре то, что будет люк. Ну, я думаю, вы представляете, да, люк, который делается в потолке. Он открывается, там выпадает лесенка. По большому счету, в этом помещении, как минимум, ну, если накрыть, конечно, досками, сделать какое-то подобие пола. Как минимум, здесь можно что-то хранить. Какие-то елочные там штуки, я не знаю, там коляски и так далее. Все, пойдем отсюда этой высоты, боюсь. Просто как-то валим. Продолжение следует...